военных частей. И о другой службе. В Армении возрождают старые воинские традиции. Казаки живут не только в запорожских, донских и кубанских станицах. И хутор с куренем не единственное место, где можно повстречать потомков воинов удалых. На постсоветском пространстве Армения еще одна страна, где возрождаются донские традиции. Казаки-армяне служили в составе российского казачьего войска Российской империи. Был армянский конный казачий полк и у князя Потемкина. И хотя сегодня в республике нет потомственных казаков-армян, историческая связь не утрачена. О современных лихих рыцарях степи Армена Сипянц. 22-я застава одна из старейших в системе российской пограничной службы. Она была основана в 1856 году донскими казаками. Приветствия, здорово, казаки, сегодня здесь не услышишь. Как и не увидишь казацкого рысака. Однако служить здесь так же почетно, как и два столетия назад. По традиции заставу до сих пор называют казачьей. Со временем здесь кое-что изменилось, но многое осталось прежним. Основное здание построено казаками из базальта. Каланча, дозорная башня, тоже рукотворное создание лихих воинов. А еще мемориальная стела, символизирующая девиз казаков. Честь, мужество, стойкость. Капитан Александр Киселев – единственный потомственный казак на заставе. Профессию защитника границы выбрал по зову предков. На вид спокойных и добродушных, но цепкий взгляд, взвешенность слов и поступков напоминают о характере казака. Мои предки, так же, как и я, охраняли границы своих государств от внешних врагов. Задачей девшних казаков была охрана водокачки, построенной еще во времена Екатерины II, а так же в тылу железной дороги от пресечения диверсии противника. Десять лет образовалась армянская казачесть. Истории о казачьей удале, ратных подвигах былых времен и традициях познают и армянские школьники. Рассказывают им об этом свои республиканские казаки. В 1999 году по инициативе Карена Задояна в Армении было создано международное армяно-казачье объединение дружбы и сотрудничества. Главным атаманом армянского казачества он был избран в Кубане на совете атаманов Великого Братства Казачьих войск. Мы не потомственные казаки, но миссию эту мы взяли с честью, так как казаки потомственные не смогут приехать в Армению, остаться жить и соблюдать все традиции казачьи, которые были на территории Армении, сохранять все памятники, церкви православные. Эту миссию на себя взяли. Памятник героям-казакам в Ереване был воздвигнут пять лет назад, а число армянских казаков с каждым годом увеличивается. Сегодня в Армении их примерно пять тысяч. Ежегодно празднуют День Казака, а в этом году отметили юбилей – десятилетие формирования армянского казачества. Приезжали гости из России, Украины, Белоруссии, с которыми налажено тесное сотрудничество. Сейчас планируют сотрудничать с государственными силовыми структурами, совместно с пограничниками защищать рубежи Армении, а с полицией осуществлять обеспечение правопорядка. В перспективах еще несколько социальных проектов, один из которых – создание в Гюмри кадетского корпуса для детей-сирот из Армении и России. Армен Осипянск, Карин Петросян, программа «Союзники Армения». «Союзники Армении»